Всем привет! Меня зовут Алексей, 38 лет, Скорпион. Я участник восьмого потока курса Покер Про. Сейчас я записываю этот видеоотзыв по итогам курса. Я очень серьезно к нему подготовился, я подстригся, я побрился. В общем, наконец-то я сделал то, что не мог сделать по итогам всего этого интенсивного курса Покер Про. В первую очередь я хотел бы сказать огромное спасибо школе Покер Абилити за то, что она предоставила возможность обучаться на этом курсе. Хотел бы сказать огромное спасибо тренерам, которые принимали непосредственно участие в нашем обучении. Хотел бы сказать огромное спасибо кураторам, которые помогали, отвечали на вопросы. Рустем, тебе отдельный респект. Хотел бы сказать огромное спасибо своей мини-группе Рома, Юра, Женя. Спасибо вам огромное за то, что мы проводили с вами мини-конференции наши, за то, что помогали друг другу, отвечали на вопросы, вместе разбирали раздачи. Надеюсь, что мы и дальше продолжим наше плодотворное, плотное общение. В целом, моя предыстория как бы попадания на этот курс, она кратко заключается в том, что после курса Poker Start я смог побить на Poker Start с лимит NL5, NL10, закрепиться на NL16, правда, зум-играх. И за счет хорошего рейкбека, за счет, может быть, не такого винрейта, я имел определенный доход, порядка 300 долларов в месяц. Но после того, как все румы из России, основные игровые, где я принимал участие, как бы ушли, я долго искал свой рум и остановился на Poker Start, но скоро понял, что игра на Poker Start, наверное, не предоставит мне, да, возможность зарабатывать какие-то невероятные деньги. И поэтому я решил, что нужно дальнейшее развитие. Плюс к тому, я успел поучаствовать в фонде определенном, но именно участие в этом фонде окончательно поставило точку, как бы, в моем решении, или треточи, наоборот, в моем решении о том, что нужно обучаться дальше. Потому что я понял, что многое мне еще нужно постигать, многое мне еще нужно понимать, я многого еще не знаю. Поэтому я пошел на курс Poker Pro. На этом курсе за все эти, там, 4 недели обучения интенсивного я работал просто в режиме Терминатор, да, потому что, там, у меня есть, там, семья, дети, и особо времени, как бы, оставалось не так много. Но, тем не менее, я его находил, как Рома смеялся, он думал, что как ты можешь столько спать, там, 4-5 часов в день, но на самом деле так и получалось. Спал я именно столько, но, тем не менее, я старался выполнять все задания, старался вникать во все эти темы, которые мы проходили. Темы все очень интересные, причины для ставок в первом разделе, стратегии, вообще просто вау. Также это концепция доминации во втором разделе, стратегии, градации статов, это все просто очень круто. По поводу градации статов я говорил, что, если я смогу ее выучить, то, наверное, мне можно будет уходить к монахам, там, в храм Шаолине и преподавать им эту градацию статов, как высшую форму дзена. Не знаю. Вот. В целом, мне курс очень понравился, как бы, всем советую, да, его проходить, но, опять-таки, нужно готовиться, готовиться к плотной интенсивной работе, да, то есть, этот курс не пройдет, что просто так шаляй-валяй. Нужно серьезно работать, нужно выполнять домашние задания, нужно планировать свой рабочий день и вообще в целом свой день, потому что именно правильное планирование моего дня мне и помогло. То есть, если когда первые недели были для меня попроще, потому что какие-то темы я знал, да, ту же самую концепцию бедсайзинга, то вот именно со второй-третьей недели, которые были наиболее плотные, интенсивные, именно вот это планирование ежедневное, когда я ставил перед собой определенные задачи, что сегодня я должен выполнить это, 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 выложить там одну раздачу, разобрать вторую раздачу, третью, это мне и помогло. Но в целом, также это помогло, возможно, и моей повседневной жизни, да, которая была за пределами этого курса, которая была связана с работой, с семьей, потому что именно это планирование позволило мне четко определять время, когда я могу провести там с семьей, уделить внимание и семье, и работе, и всему, что можно, да, в том числе, и находить время, когда я могу на работе выполнять определенные домашние задания. Я очень доволен тем, что я прошел этот курс. Дальнейшее мое развитие как бы связано с закреплением этих тем, которые я прошел на этом курсе и непосредственно игрой. По поводу дальнейшего развития, то есть в январе мне предстоит дальнейшее обучение в школе покерабилити, поэтому сейчас те две недели там, которые у меня есть, я потрачу на то, чтобы немного отдохнуть, выспаться, да, потому что 4 часа в день это тоже не очень много. Ну, я подготовлюсь ко второму этапу режима Терминатор, плюс закреплю те темы, которые я прошел. Это они связаны с причинами ставок, с концепциями различными, доминации, со статами и прочее, прочее, прочее. Соответственно, отсюда плавно от статов я перехожу к игре, потому что именно сейчас, за этот месяц, да, который прошел этот курс, я играл не так много. Старался выполнять ежедневные домашние задания в режиме лайт, где норма игры была полтора часа в последнюю неделю, эта норма игры была час. Сейчас, конечно, я буду стараться больше времени потратить на игру. Графики я здесь не выкладываю, так как в силу не такого большого количества рук, в силу освоения определенных тем, ну, не такого нового, конечно, для меня рума, но возвращение на Red Star, чтобы необходимо было приспособиться к полю, я особо много не гриндил, не открывал много столов, потому что старался играть где-то, может быть, размеренно, с обращением внимания, там, на префлоп модель, которую, в принципе, да, исходя из того, что я знал на покер старт, нужно немного у себя в голове подредактировать. То есть, основные моменты я примерно знаю, понимаю, да. Но, тем не менее, да, то есть, закончил я этот месяц где-то в районе, там, 0, плюс 1, BB на 100. И, соответственно, дальше буду больше играть, где-то закреплять темы. В январе мы еще увидимся в школе в покер-абилити. Соответственно, с вами я не прощаюсь. Хотел бы я сказать еще раз огромное спасибо за этот пройденный курс. Ну, и завершить, наверное, фразой, как бы, с названия своего блога. Гриндеры. Общий сбор. Все, давайте, ребят, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok